итак мы начинаем урок номер два вторая мишна у нас сегодня вторая мишна про трактата учения отцов перте а вот вторая мишна вторая глава то есть вообще идеально рабан гамлиэль бношель рабиуда анаси омер рабан гамлиэль сын рабиуда анаси он говорил значит лишь интересно что у них имя гамлиэль она передается из поколения в поколение вот эта вот семья на си семья руководителей ну на гамлиэль было я думаю больше и это имя идет еще и от носи который был из колен бамид бар которые выходили из египта там было тоже одного из глав колен было имя гамлиэль и переводится это имя гамли также у меня есть бог гамлиэль гамли также у меня есть бог к так же как у вас у всех у меня есть бог значит и раба раба это руководитель это есть рав есть раби а есть раба раба на то воров всех он говорил это был бно сын раби иуды анаси он говорил и он был следующая как бы следующий руководитель главной передачи торы он говорил я фе талмуд тура им дэрэх эрэц он говорил так прекрасно прекрасно вот тут это работа дэрх эрэц это путь земли дословно переводится то есть человек когда живет в этом мире он ну он живет на земле надо кушать надо пахать надо сеять надо надо воевать надо за себя бороться ну то есть этот мир он очень такой материалистический и здесь уже это было после разрушения храма когда нету храма то есть когда там духовная реальность очень сильная то все понимают что духовность главное а когда мир погрязает материальном мире тогда уже как бы духовность это не замечаешь это тоже включаешься вот в эту всю историю и он сказал я фе я фе это прекрасно эту мечту очень много в непутаницы да те которые не учатся в ешивах они говорят что вот же здесь написано что не надо не написано что не надо только учиться решили написано прекрасно сочетать именно прекрасная half and tomo touroh на первом месте идет что что на первом месте идет именно the tutaj neder этот идет на первом месте конечно да далее вместе идет толку тара на втором месте и сочетать именно основу дела этот удар и и я сочетать все др ферн вот этот порядок то есть не обязательно но прекрасно сочетает Талмуд Тора, это основное изучение Торы, с Дерах Эрец. Отлично, вот в такой связке это прекрасный микс. И не для всех, не для всех, потому что написано в Мишле, царь Салмон говорил, что ханех наар альпидарко, обучай, воспитывай наара подростка по его пути. То есть есть у каждого человека свой путь. То есть если он ботаник? Если он ботаник, ученый, академик, если он Талмид Хахам, Тора Това Мануто, значит он должен только учить Тору, его надо поддерживать и быть счастливым, что есть возможность его поддерживать. Если же он классный, талантливый сапожник, так его нужно обучить, чтобы он был сапожником, и он будет написано в Мишле же тоже, «Хази Тауман Маир Бамлахто», если ты увидишь мастера быстрого в своей работе, так он перед царями будет стоять. То есть нужно найти свой талант и именно его развить. Так нам советует царь Сламок. Но давайте дальше вернемся. Значит прекрасно сочетать Талмуд Тора, изучение Торы с занятиями мирскими делами. Почему он объясняет, что когда ты устаешь от двух этих вещей, то это забывает грех. То есть есть так устроен мир, есть некое понятие греха. Бог так специально сделал. Грех – это специальная сила, которая идет против Бога, тянет против Бога, как магнит такое. И это Бог его сделал, этот магнит. Специально, чтобы сохранялась равновесие и свобода выбора, чтобы когда ты выбираешь добро, все отлично. Ну то есть ты выиграл. Теперь грех этот, он очень привлекательный. То есть он изначально, если мы посмотрим первый грех первого человека, Адам Решона, это был плод познания добра и зла. В чем этот был грех? Суть этого греха, это Рафшимшин Рафаэль Ирш так объясняет, суть греха была в том, что первое – есть, хочется кушать. То есть это был плод, который надо было съесть. И он был очень привлекательный. И грех – это запрещенная еда. Когда ты ешь, то же нельзя есть. Это первое. Второе было в этом грехе, какая была составляющая. Значит, там все было как-то связано с сексом. Ну, как-то оно напрямую не написано, но что-то там было с вот этот сексуальный подтекст. И основная часть грехов, которые такие серьезные грехи, они именно на сексуальную тему. То, что нельзя делать, то, что Бог запретил. И третье, что там было в этом плоде, там было нарушение слов мудрецов. То есть Адам решен, мудрец, Бог сказал ему, он сказал нельзя. И она его не послушала. Она же Бога не слышала. То есть это как раз то, что вот есть везде в грехе. Так, когда ты и работаешь много, и учишь Тору. Да, это основа, как бы, три вещи против, как бы, нарушить, которые тянет этот грех. Значит, когда ты учишь Тору и работаешь, то усталость от этих двух вещей, она убирает этот грех, выключает его. То есть человек отработал, поучился Тору, да утром проснулся, вот как у нас идет, да, проснулся, помолился, потом поучился, потом уже расписано все, встреча, 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 бежишь, работаешь. Потом помолился, поучился, потом бах, уже там с семьей поговорил пять минут, все, и спать. Вот когда тут согрешить? Нет времени вообще. Нет времени согрешить. Это то, что как раз он говорил. Если ты так выстроишь свою жизнь, то это будет учеба Торой и работа, от которой ты устаешь, все. Идея просто забить свободное время? Полностью забить. А от свободного времени сразу появляется место для греха. То есть свободное время, это сразу ты думаешь, что бы сделать, как бы сделать, и тут грех, и тебя схватает. Поэтому никакого свободного времени. Учиться работать, учиться работать, учиться работать. все вот эти вот отдыхи, но тут интересно, вот почему, например, у меня сейчас жена тянет, говорит, надо отдохнуть, ты устал, а я не хочу ехать, потому что я занимаюсь любимой работой, то есть нужно найти работу любимую, тогда ты будешь от нее уставать, но у тебя психологической усталости не будет, будет только физическая усталость. Дальше он продолжает. Работа имеется в виду, работа, ну, бизнес, да, потому что был до этого Шмая, который говорил нам в Мишне, ой, это млаха, люби млаху, он имел в виду не обязательно млаху физическую, млаха это, когда ты делаешь там много и много, ну, трудишься, труд, это тоже надо посмотреть, есть амаль, слово труд, есть млаха, давайте возьмем, что это, каждая Тора, что нет вместе с ней млахи, он имеет в виду какого-то способа для зарабатывания денег. Сафап ты лавы, гурер это вон, в конце концов, она обесценится и еще вызовет грех, что имеется в виду? Как мне кажется, я сейчас говорю одну из, одну из линий объяснений, то есть все, все, что я говорю, это лично мои объяснения, базирующиеся на изучении мудрецов, но это не, это не Тора, это просто сейчас объяснение Скака Пентусевича, не Равина, а просто тренера, я тренер, я бизнес-тренер, тренер, там, автор книг, но не Равин. И вот это то, что он имеет в виду, если человеку он говорит, я изучаю только Тору, у меня нет никакой млахи, я работать не буду, я буду голодать, я буду, я буду, значит, ходить в грязной одежде, у меня будет жена голодать, у меня дети будут голодать, и то в конце концов он не выстоит в этом, потому что, ну, человек его все равно, ему, он голод, ему хочется кушать, ему, дети его там требуют каких-то денег, внимания, и он в конце концов вынужден быть, если у него не будет поддержки, Тора не будет поддержана вот этой млахой работой какой-то, источником заработка, то в конце концов, его Тора исчезнет, у него будет постоянно, это называется, ну, тревоги какие-то, то есть у него голова будет все равно сжираться вот этим, нужно то, нужно это, нужно то, нужно это, и у него не останется свободного времени в голове для Торы. Мало этого, во многих комментариях говорится, что он даже выйдет потом и начнет грабить, и об этом говорил царь Соломон, царь Соломон, он говорил об этом, он говорит, что не хочу быть очень богатым и не хочу быть бедным, что, может быть, если я стану очень богатым, так я, так я забуду Бога, скажу, я сам себя обеспечиваю, а если я стану очень бедным, то я буду клятся именем Бога, придется мне обманывать, еще что-то делать, ну, да, приду к воровству. И трефейни йон, кстати, пишет, что это сонэ мотаноктихи, что нужно работать, потому что... Да, и, значит, и дальше он говорит, и трефейни лэхэм хути, накорми меня законным хлебом, и здесь, опять же, здесь речь идет о том, не о том, чтобы работать, чтобы стать очень богатым, а речь идет о том, чтобы накорми меня законным хлебом, то есть, чтобы тебе хватало на жизнь, и тогда это идеальный вариант, написывать, я фе, прекрасно в такой ситуации, написано, иди от кепеха тетухаль, когда ты будешь есть плоды рук своих, усталости, а шереха в это влыха, счастлив ты и хорошо тебе, счастлив ты в этом мире, и хорошо тебе в мире грядущем. Но это идеальный вариант. В последних поколениях наши мудрецы, видя, как окружающий мир сжирает людей Торы, сказали, что надо учить только Тору, и у них были на это основания. И каждый должен в своей ситуации советоваться с мудрецом, потому что... Я недавно читал, есть Чай Высоцкий, история Чай Высоцкий. Чай Высоцкий, он учился в Ешиве Воложен, потом он учился... Основатель этого дома, он учился потом у Рави Сройлеса Лантера, основатель учения Мусар. Потом он у него выучился, он стал сверхчеловеком, да, тот, кто учит Тору, он становится по своим возможностям постижения мира, он становится сверхчеловеком. Его голова работает вообще по-другому. И управление собой, это совершенно другой уровень. Никакие тренинги, ничего такого не дает уровня развития, как Тора. И вот он развился, и потом он решил подзаработать денег, видно, хотел, может, Ешиве помочь, может, еще кому-то. Начал заниматься чаем, начал заниматься вначале пшеницей, потом он на пшенице так нормально, ну, зарабатывал, но немного. Но он был гениальный человек, увидел возможность, как раз тогда начал развиваться чай в России. И он начал ездить в Китай, закупать чай такой. И вот он за несколько лет буквально фирма Высоцкий чаев захватила, это было перед революцией, ну, то есть, его фирма захватила 35% рынка России чая, там, ну, по сегодняшним деньгам это, там, миллиард долларов, например, да. Потом революция, у него все забрали, но он уже, у него не забрали его знания, они переехали в Европу. И в Европе они тоже основали чайные дома, там, все его потомки. Потом все погибли в Европе в катастрофе, и осталась только единственная ветка Высоцких, которые были в Израиле. Сейчас в Израиле Высоцкий чаев, это 75% рынка чая Израиля. Но что интересно, уже во втором поколении все его дети были нерелигиозные. Во втором поколении, то есть, он сам был, его собственные дети, он сам был Талмит Кахам, он сам был невероятного уровня человек, но тот, кто, в этом большая опасность. Когда ты погружаешься вот в этот мир материальный, то удержаться самому еще как-то можно, но дети уже, они, все. Поэтому мудрецы, они говорят, это Яфе было когда-то, и Яфе для кого-то, прекрасно когда-то, прекрасно для кого-то. Но, в принципе, если ты хочешь по-настоящему удержаться рядом с духовностью, то тебе нужно, конечно, от всего этого отстегнуться. Так говорят, ну, вот, многие мудрецы последних поколений. Теперь, ну, в общем, Раббан Гамлиэль, сын Рабби Уда-Наси, он говорил, что каждая Тора, на тот момент он был категоричен. Видно, на тот момент, что каждая Тора, что нету с ней рядом лохи, работы, она, в конце концов, обесценится и еще и вызовет грех. То есть, если ты занимаешься то, которой, и не уделяешь внимания материальному миру, на тот момент он это говорил, то это может тебя привести к греху. Сейчас другая ситуация, потому что, если тебе минимальные потребности обеспечивает государство, то у тебя уже нет обязанности, ну, государство или Ешива или так далее, то у тебя, в принципе, нет обязанности уже работать, то есть, ты уже с голода не умрешь, но, опять же, здесь есть нюанс такой, почему я в свое время начал заниматься бизнесом, и, опять же, я не могу сказать, что до сих пор, что это правильно или неправильно, но я, когда занимался приближением к Торе, я сам, когда в 26 лет узнал, что есть Тора, я, конечно, удивился и решил ее изучать, потому что это самое главное, что и в жизни. Но потом я понял, когда начал ей обучать других людей, я понял, что меня не уважают, потому что они смотрят на мир рамками материальности, они говорят, если ты такой умный, где твои деньги? Я подумал, действительно, если я знаю Тору, ну, знаю на каком-то уровне, так почему у меня нет денег? Я начал буквально за несколько лет, освоил профессию бизнес-тренера, коуча, еще за несколько лет. Вы действительно не в еврейском мире? В еврейском мире, Терув, я занимался Терувом, приближением в Петахтикове, была община, и я видел, что мое влияние не слишком большое именно по этой причине, типа, ты умный, хороший парень, но это не для жизни, типа, Тора не для жизни. И я хотел доказать, что Тора да, для жизни, что человек, который знает Тору, то для него нет никаких невозможных вещей. И буквально за несколько дней написал несколько, лет, за несколько лет, написал несколько книг, освоил профессию, создал компанию, сейчас у меня, слава богу, крупнейшая компания, в несколько лет лучшая тренинговая компания в Украине. Я все равно говорю, что лучше Торы ничего нет, значит, что Тора это главное, и продолжаю обучать Торе, и говорить, что если евреи обязаны, просто обязаны каждый день изучать Тору до дня своей смерти, это Аллаха, законно, это так говорит Раббан. Хорошо, и вот Раби Иуда, еще раз, Раббан Гамлель нам сказал, прекрасно сочетать Тору с бизнесом, потому что, когда ты занимаешься вместе этими двумя делами, у тебя нет времени на грех, если ты занимаешься только Торой, и нет вместе с ней работы, он говорит, в конце концов, ты потеряешь, и это вызовет у тебя грех какой-то, да, ну это то же самое, что сказал вначале, только другими словами. Дальше он переходит к следующему этапу, он говорит, но есть еще чем заниматься, есть еще чем заниматься. Когда ты, например, уже выстроил, у тебя есть и Тора, и Денди, следующий этап, следующий этап, и все, кто занимаются Цибуром, следующий этап, просто развитие человека, это начать помогать другим людям, это те, кто занимаются нуждами общества, то есть ты переходишь тогда, ты говоришь, хорошо, я свои вопросы решил, и с Торой, и с деньгами, у меня все нормально, мне хватает. Теперь, ну, надо расти дальше, и тогда надо начинать заниматься с нуждами общества, помогать людям, вот, портал Ваикра, уроки Торы, община, там, и так далее, то есть ты должен начать, начать уже помогать другим людям. Теперь, и он говорит, как это делать, каждый, кто занимается с обществом, пусть занимаются с ним во имя небес, вот тут очень важно понять, что ты начинаешь заниматься с обществом, и тут же ты начинаешь резко расти, влияние в своих глазах, в глазах там начинается кого-то, нифига себе, я такой, типа, решаю вопросы, это самое, нужно, вот тут нужно быть очень осторожным, чтобы тот, кто гонится за славой, то он может все потерять, он может все потерять, никакие заслуги Торы не помогают, никакие деньги, то есть ты входишь совершенно в новую реальность, и в этой реальности очень легко все потерять. И он говорит, те, кто занимаются нуждами, ну, это нужно сделать, ты должен идти на заниматься нуждами Цибура, общества, значит, те, кто занимаются общественными делами, пусть занимаются во имя небес, тут самое главное, удержаться во имя небес, тогда заслуги твоих отцов и отцов общества, то есть то, что ты занимаешься, тогда помогаешь обществу, здесь речь идет Тора, это дана была еврейскому народу для евреев, то есть это, как сказать, еврейский народ, это народ священников, это отдельная такая, как народ священников, то есть очень жесткие требования, очень жесткие законы и все, что говорится в Торе, это обязательно к выполнению евреями. Для неевреев это не обязательно к выполнению, это просто еврейская мудрость, которая сказана, что если евреи будут жить по Торе, скажут народ, какую великую мудрость Бог дал им, и тогда любой, кто хочет присоединиться к этой мудрости, он становится евреем, и для него тоже, как бы, это для него переход в духовную реальность, потому что евреи это народ мамлехет коаним в игой кадош. Когда Бог выбрал еврейский народ, Он назвал, Он говорит, вы для меня царство священником и народ святой выделены, то есть ваша задача, вы спецназ, вы занимаетесь только служением мне, все. И любой может стать евреем, то есть всем дорога открыта, только, конечно, это сложно. А Рабан, Гамлиэль и вся Тора, она обращается к евреям, и он сказал евреям, что вы, первое, вы должны изучать Тору, второе, вместе с Торой должна быть работа, третье, вы должны начать заниматься общественными нуждами, четвертое, когда вы занимаетесь общественными нуждами, вы должны это делать только во имя небес, никакой славы, никакого почета, только должны быть Лишем Шамаем. И тогда заслуга отцов Авраама, Ицкака, Якова и всех праотцов, царя Давида, царя Шламол и так далее, Мошер Абейну, все эти заслуги отцов, она будет вам в помощь, потому что все эти люди, почему они стали великими? Откуда мы знаем, что они великие? Потому что они именно занимались приближением к Тории Богу, они занимались нуждами общества, они не замкнулись в себе, о, тебя красавчик, все, я Бога знаю, у меня с Богом все хорошо и все. Именно мы знаем, великий человек это тот, кто помогает другим людям. И если ты помогаешь другим людям во имя небес, а не ради себя, тогда заслуга этих великих людей начинает тебе помогать, и их праведность будет с тобой стоять навечно. Ты присоединяйся к этой вот группировке самых великих людей мира, Авраам, Ицкак, Яков, Мошер Абейну, царь Давид, царь Шламол, Аарона Коэн и так далее. Вы, Атем, и вы, он говорит, те, которые это услышали, моли они, Аллахем, поднимаю я на вас, Сахар Арбе, огромную награду, как будто бы вы это сделали. Что имеется в виду? Только что он сказал, что если ты делаешь это во имя небес, то тогда тебе начинает идти заслуга отцов, и для тебя прям случаются чудеса. Так получается, это не ты сделал, он говорит, нет, все, что идет через тебя, как будто бы сделал ты. То есть тебе идет зачет, хотя ты просто поднимаешься как бы на волну, тебя начинает нести, но все, что происходит через твои руки, это как будто бы сделал ты. То есть если ты собрал миллиард долларов и раздал этот миллиард долларов, то это ты не то, что ты чужие деньги раздал, но ты дал сдаку миллиард долларов, заслуга у тебя есть за миллиард. Если ты помог, например, кому-то тяжело, ты нашел того, кто ему поможет, и помощь произошла, то это как будто бы ты помог. И те, кто занимаются нуждами общества, то все, что они делают хорошего для общества, это как будто бы их личная заслуга, как будто бы он сам это сделал. То есть он становится трубой для вот этого вот влияния, и это очень хорошо. Но включается это все только во имя небес. Все. Значит, учите Тору, занимайтесь бизнесом, занимайтесь общественными нуждами, делайте это во имя небес, и тогда, тогда вся заслуга, которая будет через вас происходить, будет ваша. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Все, пока.